не знаю почему у людей столько много вопросов по экспорту возникает control m у нас экспорта то есть и начинается вопрос какой ставить битрейт какой ставить формат какой стать пресет если вы более-менее разбираетесь вот в этих настройках то есть что здесь внизу то в принципе пресет можете вообще не выбирать то есть и допустим у вас видео снято дохрен знает чем снято чем угодно снято ну допустим в hd снята сейчас уже последнее время наверное нужно снимать только в hd потому что уже не hd это уже какой-то сейчас общеприменитый формат самый распространенный h264 уже сейчас продвигает формат h265 но он пока еще далеко не везде как сказать читается поэтому лучше всего чтобы у вас практически любой телевизор либо ну совсем не древний телевизор и пк со стандартными кодеками проиграл ваше видео лучше всего ставить формат h264 но это помощь от всем уже известно короче смотрите если у вас видео лежит на таймлайне на таймлайне уже в каком-то разрешении то в принципе вам и уже премьер выстоит его по умолчанию то есть если у вас видео записано 1280 120 нет никакого смысла его экспортировать там full hd но от этого качественнее не станет соответственно то же самое касается и битрейта если у вас видео записано с битрейтом 12 мегабит не стоит ставить у некоторых это самая большая кстати ошибка он говорит почему я экспортирую видео у меня она становится там в пять раз больше проблема ваша вся в том что допустим вы записываете видео с битрейтом 2 мегабита экспортируйте его из премьера в 16 20 то и в 30 мегабит в общем премьер он сволочь достаточно умная но только не в плане битрейта то есть премьер старается выставить все настройки ваши секвенции которые вы создавали то есть получается разрешение он понимает здесь он стоит фреймрейт то есть если у вас видео записано в 30 кадров в секунду он его и выставит в общем нет никакого смысла опять же ставить 60 fps если у вас видео записано в 30 можете делать наоборот если хотите понизить разрешение не разрешение размер своего видео но при этом она станет менее плавным здесь все ставим по умолчанию даже не забивайте себе голову вот этими настройками единственное что могу сказать то принципе ничего ничего не нужно говорить вот это все по умолчанию так и оставлять дальше идет у нас дальше выбор делаете постоянный битрейт либо переменные битрейт и причем перемены бриппитрейт с одним проходом есть и с двумя проходами что такое сейчас объясню да с двумя проходами иди нахрен Что такое вообще постоянный битрейт и переменный битрейт? То есть, если вы поставите постоянный битрейт, то у вас весь видеопоток будет конвертиться с одним и тем же битрейтом. Допустим, если вы поставите битрейт, ну, допустим, 16, хватит кашлять, то у вас все видео, будь оно там динамичное, либо статичное, то есть, может, вы там снимаете природу, и у вас картинка практически не меняется, и пролетает только там птичка на заднем плане, то для вас CBR, он абсолютно непрактичен, потому что в CBR он всегда будет, неважно, что у вас происходит на экране, он всегда будет конвертить в 16 мегабит, соответственно, размер вашего видеоролика на выходе будет большим. Лучше ставить в VBR один проход. Здесь как раз вы можете указать максимальный битрейт и, как сказать, целевой битрейт. То есть, целевой это, ну, допустим, средний какой-то битрейт. Но, опять же, если вы записывали с битрейтом 12, не стоит ставить 12, то есть ставьте где-нибудь там восьмерочку, и максимальный ставьте тогда 12, к примеру. Что такое один проход, как бы вам объяснить? Когда вы, что такое переменный вообще битрейт? Когда идет экспорт с переменным битрейтом, то есть, получается, Adobe, он как бы распознает, динамическая у вас картинка на экране или статическая, то есть, стоит ли в нее вкладываться битрейтом. То есть, чем больше динамики на экране, то есть, там какие-то быстрые движения камеры, смена кадров, соответственно, нужен больше битрейт. Если у вас там просто одна какая-то статическая картинка, видео, то битрейт он опускает там до минимума. И, соответственно, размер видео получается на порядок ниже, меньше. А качество от этого особо не падает. Но по поводу качества, как раз что такое двухпроходный и однопроходный VBR? Когда идет однопроходный VBR, то есть, пример, он как бы не знает, то есть, в какой момент у вас будет переход от статичной картинки к динамичной картинке. И он как бы распознает статичную картинку, начинает ее, допустим, с битрейтом конвертить 2 мегабита. И вдруг начинается динамика какая-то дикая, резкая. То есть, он начинает этот битрейт плавно поднимать. То есть, и этот момент, переход между статичной и динамичной, может немножечко развалиться на пикселя, так сказать. То есть, динамичному кадру может не хватить битрейта. Соответственно, могут быть такие перепады. Ну, если честно, на моей практике я такого сильно никогда не замечал. Говорят, что, ну, может быть, какие-то супер качественные видео должно быть, чтобы это заметить. Но я вот, по крайней мере, всякие летсплеи, по крайней мере, я не вижу никаких провалов. А как раз двухпроходный, он исключает эти моменты. То есть, получается, первым проходом премьер как бы расставляет флажки, где у вас статичная картинка, где динамичная картинка. И, соответственно, с этим уже знает, что вот в этом моменте нужно уже заранее поднять битрейт. И, соответственно, у вас уже картинка получается идеальная. Но огромный минус. Если в ВБР один проход будет у вас конвертиться видео, допустим, там минут 40, то в два прохода оно будет конвертиться часа 3-4. Вот в этом самая главная засада. Какое-то какашное видео, ребята, вы 4 часа будете конвертиться. Да, какое-то какашное видео вы можете конвертить черт знает сколько. Поэтому, учитывая то, что по моей практике разницы особо большой нету в двухпроходном, ставьте однопроходный ВБР. И ставьте целевой битрейт. Допустим, если у вас в Full HD видео не супер динамичное, то есть там не какие-то гонки там или еще что-то. Обычное там спокойное видео домашнее. То можно ставить вообще битрейт хоть шестерку. То есть шестерку и целевой, допустим, там восьмерку. Этого вам хватит за голоса. Некоторым даже ниже хватает. Некоторым и четерки хватает. То есть ставьте и смотрите на качество. Если вы экспортнули с качеством 4 и вас не устроило качество, ну немножечко поднимите его. Но всегда есть предел. Не делайте выше битрейт того же самого 16 или 12 мегабит. То есть это качество, которое у вас будет. Причем это касается... Вы получите лучшее качество. Да, то есть вы получите огромнейший размер, но при этом качество останется для глазу незаметно. Вот это вот увеличение битрейта дикое. Так, теперь у меня тейбл топ симулятор скачался. Что дальше? Захожу я в него, короче. Все, короче, народ разбежался. Всем это задолбал. Ладно, я понимаю. Все, заканчиваем демагогию. Ничего страшного. Господи, мы не единственным. Как бы стримим для всех. И кому не нравится, ну что я могу сделать? Пишите. Кому не нравится, можете написать. Свои гневные комментарии. Серега адекватный. Я вас пойму и выключу эту всю хрень, о которой я сейчас говорю. И, кстати, вот этот как раз битрейт, соответственно, если у вас качество видео, количество кадров видео не 30, а 60, соответственно, битрейт вам нужно умножать на полтора. То есть, если в 30 фпсах достаточно, допустим, вам будет 6, то уже для 60 фпс вам нужно где-нибудь 9. Ну, к примеру, вот так вот. Ориентируйтесь примерно так. То есть, на полтора умножаете битрейт для 60. Некоторые умножают на 2, я считаю это ошибкой. Достаточно на полтора умножать. Все, короче, ладно, закрываю. Премьер. Саундволом убавить 2, убавить все.